Приветствую вас. Я, честно говоря, думаю, что у вас есть признаки навязчивых мыслей. Есть признаки навязчивых мыслей у вас по той простой причине, что вы не можете перестать думать, вы не можете перестать осмысливать, вы не можете перенаправить свои мысли, условно говоря, в другую сторону и так далее. Это механизм навязчивости, по сути. По сути, речь идет именно об механизме навязчивости. Вот. Соответственно, навязчивые мысли возникают либо из-за подавления, либо из-за нереализованных желаний, либо из-за запретов. Есть вот определенные установки, например, что, там, при чтении обязательно должно происходить, там, что-то такое, вот, да, негативное, что, к примеру, у вас, и вы на этом, соответственно, на этом зацикливаетесь. Вот. Дальше, значит, что касается, вот вы пишите, не могу перестать мысленно осознавать, значит, читаю за браком, что подсознание не работает, ощущаю, что я не понимаю ничего. То есть здесь я у вас, ну, вот, я вижу здесь у вас переизбыток психологических знаний. Я вижу вас так, переизбыток психологических знаний, потому что, ну, очевидно совершенно, да, что такие небыдовые истории, как, ну, например, сознавать, да, как, например, сознавать, как, например, подсознание, вот, это всё то, что человеку, ну, человеку это, в повседневной жизни, это человеку не нужно, не нужно. Вот. А у вас это откуда-то взялось, у вас это откуда-то, ну, откуда-то есть, вот. Значит, нужно исследовать, откуда это взялось у вас, почему вы думаете в этом направлении, из-за чего вы, из-за чего вы думаете в этом направлении, и так далее. Вот. Дальше. Очень важно понять, зачем вы читаете книгу и какую книгу вообще вы читаете. То есть, если это, как сказал коллега, специфическая литература, да, если это именно специфическая литература, то да, в таком случае, конечно, конечно, думать нужно. Если это литература обычная, то здесь, конечно, замешаны именно механизмы навязчивости, который связан, я уже сказал, с чем. С другой стороны, может быть, при чтении книги у вас запускается, так сказать, ассоциативная цепочка, которая вызывает совсем, ну, совсем другие эмоции, которые не относятся вообще к, собственно, книге. Вот. Но которые неразрывно, неразрывно с ней связаны благодаря, к примеру, аффективному комплексу. То есть, связь аффективная эмоциональная. Книги с какой-то, с какой-то другой эмоцией есть у вас, вот, именно связь есть, но вы её не видите. То есть, например, я, допустим, когда-то, давно, может быть, в зависимости от того, там, сколько вам лет, ну, вот. Когда-то давно была такая ситуация, что, например, в посещении книги, да, там вас постоянно, грубо говоря, отвлекали, там, мешали вам и прочее, 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 прочее. Вот. Ага. И теперь вы, вот, соответственно, застряли, вот, в этом состоянии. То есть, нужно, наверное, решить ту проблему, а потом решиться автоматически и это. Что касается внимания, да, тоже одной из версий, которую выдвинули мои коллеги, то да, может быть, вы действительно сконцентрированы в данном случае вообще на чем-то другом. Не на, ну, не на этом, не на чтении книги, а вообще на других каких-то историях, на других каких-то задачах, вот, на других каких-то, вообще, целях, смыслах и так далее. Может быть, вас волнует совсем иное всё, кто знает. Вот. Поэтому этот момент, его, тоже нельзя образовывать со счетов, этот момент. А этот момент тоже нужно исследовать обязательно, потому что это важно для вас. вот. И уже в зависимости, уже в зависимости от того, что конкретно происходит с вами, вот, в зависимости от того, что конкретно происходит с вами, можно уже, соответственно, вести речь, вот. Потому что сейчас, на данный момент вы описываете только лишь следствие, ну, следствие проблемы, вы описываете следствие своей проблемы, вот, но вы не описываете причину, почему это все вообще возникло. Вот, не исключено, что причина вам может быть незнакома, не исключено, что вы этого просто не знаете, вот, не исключено, что вы просто не в курсе вообще, почему то, что происходит с вами, вот. Но, тем не менее, даже если вы не в курсе, все равно с этим нужно работать, все равно, как бы, на этом нужно... ну, проявление заострять, и это нужно исследовать, в любом случае, вот. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать, да, то есть, с точки зрения психологии ответ вам может быть такой, да, то есть, вариантов, вариантов тут достаточно много. И какой, какой вариант именно ваш, да, вот, именно ваш вариант какой, это, как бы, непонятно, да, то есть, ну, пока что непонятно, нужно исследовать, смотреть. Вот, если вам что-то откликается из того, что, например, сказал, допустим, я, или сказал, ну, или коллега сказал, если вам что-то откликается, то, соответственно, нужно начинать работать в этом направлении, направлении. Вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, так. Что-то стоит. Вот. То, что вы описываете дальше, по поводу того, что вот вы прочитали одну страницу, там, сорок раз, и успокоились, и после этого вам было легко читать, да, то вот тут, на самом деле, конечно, ситуация не такая однозначная, на самом деле. То есть, получается, что вы прочитали страницу сорок раз, и привыкли к ней, да, убедили или показали себе, что, ну, что все хорошо, что вы, значит, ну, что вы понимаете, да. Да, дальше стали без проблем. То есть, мы кого-то вот здесь, получается, ублажили, кому-то вы, получается, смогли доказать, именно доказать то, что вот все хорошо. Ну, по крайней мере, по крайней мере, так мне эта ситуация видится. Я, опять же, говорю, что здесь проблем достаточно серьезные с точки зрения психологии, да, вот, информации, информации о ней очень мало, вот. То есть, вы бы хоть написали там, допустим, когда это случилось, когда это произошло, когда раньше вы нашли этот чувство, какие книги вы читаете, относится ли это, например, ну, допустим, к текстам, которые есть там, допустим, ну, допустим, в интернете, допустим, ну, обычный текст, текст, и вот, происходит ли это у вас только, ну, только-только в формате книги, вот, или это, значит, проявляется как-то еще, вот. То есть, когда вы, например, там, ну, когда вы, например, переписываете с кем-то, или читаете сообщение, то же самое возникает или нет, да, или книга для вас, это прям, вот, какое-то особое значение имеет. Вот, эти все вещи нужно исследовать, и, соответственно, тогда будет больше возможностей дать вам адекватную обратную связь. Повторюсь, именно адекватную обратную связь. Именно адекватную. Вот. Вот, в принципе, такая история, в принципе, такой момент. Вот. И мне, собственно, думается, что, если проблема вас волнует, да, то вы выберите себе психолога, и обязательно поработайте со специалистом, который вы выберете в этом направлении. Потому что, ну, избавиться от этого, избавляться, именно избавляться от этого, я бы, наверное, все-таки не рекомендовал бы, потому что это все-таки ваши чувства, это все-таки ваши, ну, желания, это все-таки то, что, то, что для вас важно, это все, это то, что вас волнует, это то, что вас беспокоит, и их нельзя просто взять и избавиться от этого, избавиться. С этим нужно именно работать. Вот. Так что, так что, вот, если у вас есть желание это делать, то выбирайте себе специалиста и начинайте в этом направлении двигаться. Я уверен, что работа с специалистом вам очень быстро начнется приносить свои плоды. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!